Стараемся максимально вывести на определенную дальность от жилых районов, чтобы не тревожить местных жителей и уничтожаем непосредственно их уже в специально отведенных для этого местах. Те люди, которые минируют технику, дома, подъезды, дороги, у них достаточно опыта, все сходится и одинаково практически так же, как в Сирийско-Арабской Республике. Здесь уже непосредственно сталкивались с заминированной бронетехникой. Люди, которые минируют бронетехнику, ставят все люки на неизвлекаемость, то есть обезвредить их практически нельзя, именно для того, чтобы поразить как можно больше личного состава и нанести ущерб нашим ребятам. С собакой поиск на самом деле немного тяжелее, потому что средство поиска, в отличие от медоискателей, здесь только собачий нюх, ее нос, рабочий орган. Так что полагаемся только на него. Лучше собачьего носа еще ничего не придумано. Любой взрывчатый предмет, взрывоопасный предмет, в котором есть взрывчатые вещества, такие как тротил, тен, гексоген, также селитр, который используется в самодельных взрывчатых устройствах. В земле зарытые, пожалуйста, на 15 сантиметров также. Поэтому я же говорю еще раз, что рабочий орган, нос, который учует нижнее чутье, которое в нем работает, она улавливает эти запахи. В полях есть все абсолютно. Иностранные, наши мины различных степеней, противопехотные, противотанковые, также снаряды, не разорвавшиеся снаряды, все есть. Кто как хочет, а как придумывает, можно сказать, от коровки кемчет минирует до школьных качелей, детских качелей.